Всем привет! Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня вы опять видите у меня на столе золотую колоду. Вернее, я сейчас вам покажу расклады, ищу пасьянцы. Один из пасьянцев очень интересно, исполнится ли мое желание. Так же называется. Если карты сходятся, значит желание исполняется. Если нет, значит время для этого желания не пришло. Заметьте, как я это говорю. Я не говорю, что желание не исполнится. А всегда надо верить в то, что желание ваше исполнится. Только просто время еще не пришло. Я не люблю таких четких отвержений. Все нет и не будет никогда. Забудьте, такое не бывает. Если люди хотят, они обязательно достигнут, они добьются своего. Итак, что для этого нужно? Нам нужны карты 36 карт. В данном случае у меня здесь гораздо больше. Здесь и двойки, и тройки, и четверки, и пятерки. Я их отложила. Джокеры я отложила. И мелкие карты я отложила. У нас должно остаться 36 карт. 36 карт. То есть от шестерки до туза. И мы с вами, когда загадываем желание, говорим следующие слова. 36 картей, четырех мастей. Скажите всю правду, рабе Божьей. Называйте свое имя. Сбудется ли мое желание? И думайте об этом желании. Вы заряжаете сейчас карты. Еще раз, 36 картей, четырех мастей. Скажите всю правду, сбудется ли мое желание? 36 картей, четырех мастей. Скажите всю правду, исполнится ли мое желание? И начинаете делать расклад. Расклада у нас будет с вами два, потому что это большие пасьянцы. Давайте выберите. Вот один у нас горный хрусталь. Это будет первый расклад. И розовый у нас кварц. Все, два у нас варианта. Два варианта. Сейчас мы с вами раскладываем горный хрусталь. Если у вас два желания, загадывайте на один камешек. И на второй тоже можно. Или на какой-то период, как я вам говорила. Допустим, у вас одно желание, но вы не знаете, когда оно исполнится. Загадайте один период. Допустим, апрель месяц, май месяц. Или там декабрь, январь. Или вот как-то по полугодиям. Или на года разбейте. Может быть и так. Можно и так сделать. Итак, все те, кто загадал на первый камешек горный хрусталь, мы с вами делаем пасьянс. Смотрите, как мы делаем. Мы отчитываем. Шестерка, семерка, восьмерка, девятка, десятка, валет. Дама, король. Сейчас я немножечко пододвину, потому что у меня не помещается. Король и туз. Точно так вы делаете вот в четыре ряда. Вы раскладываете всю колоду карт. Так, всю колоду карт. Всю колоду карт. Вот у нас четыре масти. И четыре у нас должно быть с вами полосы. Четыре полосы. Чтобы все карты открыть. Значит, суть этого гадания. Мы должны открыть все карты. Видите, сейчас темное пятно, потому что они отсвечивают. Они так вот яркие. Но здесь я ничего не могу поделать. Тут и свет невозможно отрегулировать. Видите, руки у меня. Вот руками я их закрываю. Видите? Оно пошел, свет хороший. А руки убираю, опять все черное. Черным-черно. Потому что, еще раз вам говорю, они как солнышки светятся. Они отбивают весь негатив от себя. Если вы будете добрыми, с хорошими пожеланиями, вы тоже будете как солнышки. И к вам ни одна чернь, ни один негатив не прилипнет. Если вы будете благодарны за все Всевышним Небесам. И вам еще больше дастся. Вот смотрите. Когда мы разложили вот таким образом. Убираем вообще взгляд от этих карт. И вот просто чисто интуитивно берем одну какую-нибудь карту. Любую. Раз. Вытащили. Восьмерка. Треп. Да? И давайте начнем. Если треп, значит первый ряд у нас будет треп. Давайте вот считаем. Шесть, семь, восемь. На этом месте она должна лежать. Восьмерку кладем. Смотрим. Здесь у нас восьмерка пик. Это значит будет у нас второй ряд. Место восьмерки кладем. Теперь дама бубен. Это третья мать. Значит на этой... Здесь будет девять, десять валет. Дама. Вот ее место. Дальше валет червей у нас. Смотрите. Чепа у нас будет последний ряд. Семерочка. Семерка должна быть на этом месте. Так. Туз, треф. Туз, треф у нас здесь. Если первая треф. Девяточка. Самое главное не попасть сюда. Если мы на пустое место перекроем сейчас эту карту, то мы больше не сможем открыть. И желание не исполнится. Нам надо добиться до такой степени, чтобы мы успели открыть все карты и не попали на вот эту ячейку. Итак. Туз червей. Восьмерка червей. Восьмерка бубен. Так. Ну вот смотрите. Закрылась дырочка. О чем я вам сказала. Десятка. Ну бывает так. Вот смотрите. Сейчас пока что желание не получается. Но бывает так, что мы почти все открыли. Две-три карты остались. Мы их переворачиваем. Если они лежат на этом же месте, значит желание исполнится. Но тут слишком много карт. Мы конечно можем открыть. Но нет. Вот шестерка бубена. Здесь должны быть трефы. Семерка на своем месте лежит. Понимаете? Ну вот уже пошло здесь король. Уже смысла нет дальше открывать. Потому что, в общем-то, вы понимаете, желание не исполнится это. Потому что все карты не открылись. А они должны все открыться у нас. Я надеюсь, я доступно и понятно объясняю. Сейчас еще раз попробуем второй раз сделать расклад. И посмотрим. И вы еще раз внимательней посмотрите и поймете, как его делать. Этот расклад. Так. Значит, на первый камешек у нас пасьянс не сошелся. Пока что не время вашему желанию. И давайте посмотрим на розовый кварц. Кто загадал желание. Или может быть на какой-то период розового кварца загадали желание. Давайте посмотрим. Разложим пасьянс. И увидим. Сойдется он у нас или нет. Говорим 36 картей, 4 мастей. Скажите всю правду. Исполнится ли наше желание или нет. И говорите так 3 раза. Опять смотрим. Шестерка, семерка, восьмерка, девятка, десятка, валет, дама, король, туз. Дальше вы выкладываете все карты. Всю колоду выкладываете. Всю колоду. И чисто интуитивно вы берете рукой, несмотря одну карту, вынимаете любую. Ну, допустим, вот это. Семерка червей. Черви, раз мы первые открыли, значит это будет первый ряд. Так, на место семерочки. Девятка. Если мы открыли вторую мазь Буба, значит второй ряд будет Бубу. 8, 9. Вот ее место. Так, восьмерка. Смотрите, пики. Если мы пики третьей открыли, значит третий ряд у нас будет пики. Так. Восьмерочку сюда. Да, дама, червей у нас здесь, валет, дама. Вот здесь у нас будет десятка трех. Это место ее. Дама, трех. Это ее место. Валет, Бубин здесь должен лежать. Так, ну смотрите, восьмерка закрыла нашу ячейку. И это желание пока что у нас с вами неисполнимо. Ну ничего страшного. Можно, конечно, открыть, проверить. Нет, уже видите, бывает, что открываешь карты, а они лежат на местах. Тогда желание исполнится. Ну вы видите, уже первую мы открыли, а здесь у нас пики, а первый ряд у нас черва. Поэтому желание не исполнится. Карты все и не открылись. Вот. Ну я думаю, это понятно, как расхватывать этот пасьянс. Вы дома несколько раз потренируйтесь, если у вас какие-то желания. Ну еще раз вам говорю, не расстраивайтесь. Во-первых, мы сейчас гадали, очень много энергетик переплетаются все, кто смотрит мой канал. Поэтому у кого-то оно исполнится, у кого-то не исполнится. Поэтому сильно не переживайте. Приобретите карты для гадания и попытайтесь самостоятельно, когда у вас есть время, в тишине сесть и спокойно погадать. Только обязательно соблюдайте правила. Это значит не гадать на диване, не гадать на столе, где вы едите. Это должно быть отведено в специальное место, может быть журнальный столик или тумбочка. Обязательно застлано должна быть у вас скатерть или платок, как цыганки многие применяют. Вот. Но на столе, на простом столе гадать ни в коем случае нельзя. Карты должны слушать только вас, никому не давать их в руки. Это тоже обязательное условие. Вот много часто я смотрю на ютубе тоже вот каналы, когда гадают торологи на простом столе, там деревянном на каком-то, без скатерти. Это неправильно. Это неправильно. Картам всегда нужно вот именно, чтобы застелить, чтобы это была какая-то скатерть в розово-красных тонах. И тогда они будут говорить правду. Я желаю вам всем удачи, исполнения всех ваших желаний. Если вам нравятся пассиансы, вы хотите еще какие-то пассиансы узнать, пишите. Я еще вам с удовольствием покажу. Всего вам доброго и всего самого наилучшего в мире. Продолжение следует...